Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Видеообзор свободного мотоцикла. Красивый красный BMW R1100RS. Спорт-турист с центральным кофром. Довольно симпатичным исполнением. Последняя цифра номера рамы 4423. Аукционник с приятными оценками. Все четверки и одна пятерочка. Сейчас мы его заведем, проверим работу оптики. Вот. Ну и прокатимся, соответственно, тоже. Все, работает. Вполне нормально. Посторонних шумов нет никаких. Смотрим оптика. Поворотник один есть. Второй так же работает. Дальний признак переключается. Сигнал довольно громкий. Здесь смотрим. Поворотник один есть. Второй. Стоп-сигнал. Все замечательно, все работает. Ну, собственно, давайте небольшой кружочек на нем. Мотоцикл на ходу. На самом деле, несмотря на возраст, в наше время довольно популярная модель мотоцикла. Вот. Это люди берут, несмотря, опять же, на года выпуска. Несмотря на то, что уже после него есть 1150-я, 1200-я, 1250-я модели. Собственно, несмотря на все это, люди продолжают покупать и эту модель тоже. Потому что работают очень хорошо. Да и особо неубиваемый особо. АБС-ка у нас потухла. Означает то, что она работает. Это не может не радовать. Ну, собственно, давайте сейчас посмотрим сам мотоцикл. Так, перед этим мы поставим его все-таки на центральную подножку. Вот так вот. И давайте уже смотреть его. Лобовое стекло тонированное. Здесь у него есть вот такая вот штучка, да, для регулировки угла. Вот. Стекло повреждений никаких не имеет. Пластик лицевой весь целый. Оптика точно так же все целая. Крылья в хорошем состоянии. Крыло в хорошем состоянии. Повреждений также нет. Так, отсюда лучше будет. Смотрим. Амортизатор один, второй. Так, солнышко отсвечивает. Но видно, да, что зеркало чистое, потеков никаких нет. Состояние довольно-таки приятное. Тормозные диски спереди. Выработка особо не чувствуется. Вот, то есть вот, вообще не цепляюсь ни за что. Резина желательно заменить. Начинает репаться. Так, а вот колодки. Колодки у нас, ну, процентов, наверное, 35-40 в остатке. В принципе, ездить еще можно какое-то время. Так, передний амортизатор. Пружина целая. На штоке вот самом низу, видите, да? Вот здесь вот есть пятнышки. Но это не рабочая зона. Рабочая зона чистая и сухая. То есть переднему амортизатору претензий нет. Здесь у нас радиатор небольшой спрятанный. Вот, соты чистые, целые, без замятий. Пластик и бак боковой. Все целое. Здесь у нас есть небольшой скол краски. Прям небольшой. Вот. В остальном пластик все отлично все выглядит. Наклеечка, шильдик. Все у нас это присутствует. Смотрим здесь. Коллектора от времени немножко выцвели уже. Лобовина двигателя целая. По пластику, видите, да? Есть вот такая болячка у этих моделей. Вот этот пластик подгорает. Ну, здесь особо ничего не сделаешь. Красить тоже особо смысла не вижу. Оставили как есть. Нижняя часть пластика повреждений не имеет. Крышка двигателя защиты нет. Немножечко притерт. Здесь тоже, как мы видим, есть притертости. Собственно, на этом все. Остальной боковой пластик без повреждений. Подножка водителя, пассажира. Регулировка амортизатора заднего. Смотрим здесь. Редуктор. Так, снизу. Все сухо. Пыльничек мягенький. Без трещин, не порепанный. Ну, собственно, сам кардан кожух тоже целый. Задний тормозной диск есть незначительная выработка. Колодки. Ну, колодки здесь особо не видно. Думаю, так же, как и спереди. Оптика задняя вся целая так же. Планка под номер. Хвост. Все отлично. Заднее колесо однозначно в замене. Сильные репки есть. Центральный кофр. Потертости имеются. Ну, я еще, честно, не видел ни одного кофра без потертости. Они, наверное, все-таки приходят. Вот, небольшие задиры есть. Но самое главное, ящик целый. Ящиком можно пользоваться. Вот. При желании можете докупить боковые кофры. То есть крепление под них все есть. Все это встроено в ручку сюда. Вот. Можно все это повесить. Подножка пассажира, водителя. Выхлоп штатный. Без повреждений. Здесь смотрим. Бак. Пластик. Все. Все целое. В принципе, претензий нет. Небольшие задиры здесь есть на крышке. Вот. Здесь вот. И вот здесь вот. Чуть-чуть. В принципе, наверное, это все. Нижняя часть пластика целая. Подножки. Боковая. Центральная. Все присутствует. Фидушки оригинальные. Ничего не перешито. Все абсолютно целое. Сверху пластик и бак. Также все в хорошем состоянии. Нареканий никаких нет. Смотрим по ручкам. Грузик целый. Грипсы с подогревом. Должны быть, по крайней мере, да, с подогревом кнопочка присутствует. Ручка сцепления. Шарик целый. Зеркало. Зеркало. Все опять же целое. Кнопки все на месте. Траверса, клепоны ровно. Японец сюда поставил какую-то ручку. Не знаю, зачем. Может, что-то на нее весь увешать. Телефон, крепление. Там еще что-нибудь. Три ключа. Вот такой вот мягенький брелочек. Кнопочки присутствуют. Дроссель работает мягенько. Наконечник целый. Ручка переднего тормоза. Шарик. Шарик не сточенный. Все хорошо. Кнопочки здесь все присутствуют. Пробег у мотоцикла 41022. Пробег небольшой. Вот, собственно, вот такой вот красавчик, друзья. BMW R1100RS. Не скажу, что цвет прям архиредкий, но в таком исполнении приходят к нам не часто. Поэтому, кто хочет выделяться из серой массы на ярком мотоцикле, вот, пожалуйста, есть в наличии. Мотоцикл свободный. Ссылка на товар в описании к этому видео. Звоните, пишите. Мотоцикл будет вашим. Всем спасибо. Всем хорошего дня.